Здравствуй, дорогой наш зритель! Ты на канале анекдоты от А до Я. Молодец, что зашел! А мы, в свою очередь, попробуем тебя рассмешить. Поехали! Вчера ночью в темном переулке трое неизвестных напали на Виталия Кличко и отняли у него 30 секунд его драгоценного времени. Наташа, я вчера лайкнул пять твоих фоток, а сегодня жена сказала, чтобы я забирал свои шмотки и валил к тебе. Ты где хоть живешь? Вован, привет! Привет! Женился? Да. Ну и как она в постели? Не знаю, мы пока только на кухне трахались. Возмущенная пациентка без стука врывается в кабинет главврача поликлиники. Он говорит, женщина, что вам? Как что? Как что? Меня ваш терапевт только что нахер послал! А почему вы решили, что это здесь, а? В автосалоне мужик смотрит разные машины и вот это об одной из машин ему продавец рассказывает много хорошего, лесного. И покупатель прерывает продавца и говорит, а скажите, в этой машине есть еще какие-нибудь дополнительные меры безопасности? Конечно, есть. Два презерватива в аптечке. Нет, ну вот серьезно ко всем обращаюсь. Вот люди, люди, которые видят, слышат, вот во всем сексуальный подтекст. Ну прошу вас, кончайте с этим. И запомни, Сахачка. Женщине обязательно нужен мужчина. Зачем, Сара Абрамовна? Ну зачем? Объясните. Как зачем? Как зачем? Не все же можно свернуть на правительство. Ну наконец-то. Ну молодцы. Ну люди наши все-таки гениальные. Гениальные. Они наконец-то открыли памятник вандалам. Вандалы в панике. Голян, скажи, вот если мы с женой ругаемся, ну потом миримся, а на утро даже не помним, из-за чего ругались, это и есть любовь? Да хрен его знает. Склероз точно так же начинается. А вы знаете, есть среди сторожей гостеприимные. Они заряжают ружье хлебом и солью. Она. Ну ведь правда, это нехорошо, то, что мы сейчас с тобой сделали. Он. Ну так давай сделаем еще раз, может получится хорошо. Вовочка пришел домой, взял Библию, открыл, сел возле иконостаса и молится. Мать подходит и говорит, Вовочка, что случилось? Говорит, да, контрольную писали. Ну и что? Дай бы Бог, чтобы Париж был столицей Китая. Оксану сильно дразнили дети за то, что у нее самая маленькая грудь в классе. Но она не реагировала на это и спокойно продолжала вести урок географии. После казино мужик возвращается домой в одних трусах, в майке. Жена открывает дверь, смотрит на него, говорит, что это значит? Говорит, представляешь, Валька, мне повезло. Помнишь мой костюм крепленовый, что мы купили, синенький вот этот, за 100 гривен, да? Я его сегодня проиграл за 900. Стоять! Не двигаться! Это что, ограбление? Нет, блядь, групповое фото. Стоять. Когда Владимиру Далю нужны были новые слова, он поезжал в деревню и при мужиках разбивал три бутылки водки и быстренько записывал новые слова. Слушай, Колька, у меня такая идея, такая идея, какая. давай прыгнем с парашюта ты чё офигел не хочу ты что я боюсь до прыгать с парашюта совсем не страшно а вот смотри открываешь дверь самолета а там google maps ты же не боишься google maps дорогая что случилось у тебя тушь потекла ты чё плачешь у меня на глазах погибли тысяч миллионы людей ой прости дорогая я не хотел чтобы тебе сперма в глаза попала перед выборами один мужик с другом заходят в кафе этот громко так другу говорит да поверь мне все политики мудаки и тут один мужик встает из-за столика говорит так а ну-ка забрал свои слова обратно а вы что политик я мудак девчонки я понять не могу моему мужу 40 лет а он сидит в этой в одноклассниках ну в этой соцсети одноклассники и там всем его одноклассницам 25-30 лет боже как ему тяжело давалась учеба жена вот объясни мне почему я всегда последним узнаю то что происходит у нас доме такие шапки ребенка разбудишь какого ребенка горни а у налитка берет интервью старого такого аксакала дедушки дедушка расскажите сколько вам лет 150 и 150 лет это ж надо столько прожить скажите а вы наверное не курите не пьете да курю пью как еще сдохнуть ну что ж дорогие друзья на сегодня время нашей программы и стекло подписывайтесь жмите на колокольчик в ожидании наших новых программ ну а пока пока